вот узел он был с косым носиком видно до канавку на нем прям небольшую сделал зацеп для этого все и больше он уже не снимается трубочку подогнал здесь видно понятно друзья всем привет с вами снова серёга ребят очень много комментариев приходит с вопросом о том даже с просьбой показать колонну мою целиком ну и рассказать где что покупал зачем покупал почему дорабатывал сразу скажу почему дорабатывал потому что и люблю все стеклянные мне так нравится и меня в этом никто не переубедит вот ну давайте начнем чуть порядку до снизу например да бак оригинальный люк стал овский то есть у меня был аппарат люксталь 7 вот крышка бак все единственное что на носике доставил вот этот угол чтобы сливать борду удобнее было узел нижнего отбора у на покупал покупал заказывал у нас владимире у местного мать мастера по моим чертежам вот кран в обыкновенном самогонном магазине то есть нигде не заказывал ничего сейчас узел отбора не работает так как решил отбирать с 92 видите поставил даже зумер на это время ой на это время на эту температуру царга стеклянная люк сталевская оригинальная спн к у меня здесь в перемешку липецкая с люк сталевской вот люк сталевской сразу скажу но неважно и но все равно отдать должное им надо то что в комплекте она есть и человек может изначально сразу начать работать на аппарате вот дальше идет царга царга нержавеющая 650 миллиметров оригинальный было медные 500 ну родная медный высотой 500 поменял ее потому что хотел сделать колонны чуть выше но немножко проиграл диаметре там пару миллиметров но ничего страшного так дальше идет диоптер сотый сотка покупал его блин не соврать у ребят в пушкино есть магазин я даже не помню как он называется но ссылочку на всякий случай оставлю вот ребята молодцы отправили прям на следующий день вечером заказал с утра мне уже прислали трек у них же покупал вот эту вот царгу стеклянную 400 миллиметров высотой она вот за что им большое спасибо ребят не реклама просто вы спрашиваете я отвечаю где чё купил то есть этих ребят я не знаю я купил без скидки без ничего то есть не просто прислали дальше идет у нас узел до узел разборный состоит из трех частей это концентратор флегма чашка но она вместе с узлом и диоптер диоптера покупал на купался в одном магазине этот магазин вконтакте называется друг самогонщика вот ребята тоже молодцы все быстро отправили то есть вообще без проблем кто-то боится там переводить деньги пока не пришли не придет товар я не знаю я не привык людям доверять ну дальше крутилка крутилка в китайская спрашивают зачем сначала говорил декорация нет ну вот здесь стоит такая же по ней очень удобно установите температуру 52 и 1 вот допустим мы закрываем то есть я по скорости вращения уже привык привык регулировать и вот сейчас 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 вот примерно я знаю что вот с такой скоростью у меня будет такая температура то есть ну как сказать вещь и не сказать что нужно и но и не бесполезно и вот а еще и красивая далее чем у нас идет дим рот опять обвинят в рекламе нет и в рот я тоже купил за свои деньги никто я не блогер самогонный поэтому мне никто ничего не присылает я покупаю все за свои деньги вот дим рот я купил александр рожко ссылку тоже оставлю дим рот 37 сантиметров спиральная часть то есть еще сверху там сантиметров 6 наверное вот дим рот проходной сверху заглушка стоит в заглушки стоит щуп ну в т.с.а. для аварийного отключения когда спиртовая баня идет срабатывает контактор от температуры и выключает просто нагрузку на т.н. вот по поводу куда я делал остальные запчасти на остальные запчасти меня тоже в деле я ими пользуюсь каждый раз когда делаю да прогоняю в режиме пасти вода получая спирцирец это я так наглядно положил коротенький дим ротик сотку я вот сюда вставляю просто его очень удобно снимать снизу разбираю колонну вообще просто на две части это отдельно стоит и царга отдельно снимаю с нее дим рот вот этот один вот диоптер ставлю сюда ну грубо говоря у меня получился комплект для пастила вот ничего не приходится тут разбирать собирать вот все работает ничего не продано ничего не выкинуто как бы так ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток ребят по поводу коробки коробка спрашивают ну ты уже собрал новую электронику и не сделал на нее обзор ребят скажу так коробка осталась от такая же в точности такая же только добавил вот этот терморегулятор еще один просто коробка раньше было на 8 автоматов теперь она у нас получается на 12 автоматов вот там у меня было просто все битком здесь сейчас простор то есть нет такого уже что вы вот стоит контактор то есть место теперь там позволяет а раньше я еле еле все это вот туда украсил ну и плюс говорю добавился один терморегулятор так вот 1 6 киловатта вот так не рассказал вот узел отбора смотрите какой в центре видите трубочка да это переливная трубка она льет по центру и льет ну приблизительно в центр царги вот рядом трубочка отверстие видите справа так как вам показать он справа отверстие это еще одна трубка вот и медведь вы видите вот справа которая она идет сюда и идет на надбор надборе стоит кран комоция вот номерочек его 383 1 8 на быстросъемах его покупал в магазине по моему батя варит тоже не реклама опять же ребят где скидку не просишь они да нет мы скидки не делаем но и дыбов ними все равно как бы расскажу где чё брал покупал его вместе вот с этой трубкой на ней есть насечка как не насечка проточка такая небольшая вот она фиксируется в быстросъемах на узле вот здесь делал сам эту канавку простым надфилем по кругу просто сделал канавочку трубка была под 45 и загнул ее под 90 видите немножко неаккуратно времени заполировал он чуть-чуть был матовый такой все заполировал все блестит дальше идет дохладитель 500 500 и 500 и это это и что-то еще у ребят я брал а и трубочку вот вот этот комплекте дохладитель трубка и кран в магазине батя варит кому смогу маркетом называется или как ну посмотрите если чё это я нигде не покупал это я со старого уровня просто вы ну ну так чтобы понимать более-менее она снимается и можно поставить куда хочешь так вот для себя проверяю уровень колонны и неважно чтобы она была прям в ноль качается ну наверное пожалуй все этот термометр покупала в магазине в владимире в простом самогонном магазине 650 рублей него бы он обошелся как впрочем экран тоже в этом же магазине тоже 650 рублей потом чего у нас тут хочешься два чуть-чуть приоткрыть чуть-чуть приоткрыть много наверно так сейчас она упадет простой тройник здесь у меня стоит а тепленький внутри уплотнитель силиконовый ну как трубочка кусок шланга вот очень удобно не перегибается стоит как мне надо он температура падать начала он раз и все удобненько струйка небольшая такая вот строчка щупы ребят по щупам очень много вопросов почему я купил эти щупы блин он не вынимается нагрелся о войну извините эти щупы длинные со всеми терморегуляторами идут коротенькие коротенькие как вот у меня стоит а здесь видите он там сантиметр 3-4 нами то есть в царгу его невозможно вставить чтобы кончик был посередине плюс здесь этот золотник мипель как он правильно называть спорт для этого он тоже занимает какое-то место и то есть надо чтобы вот так вот заходила и сантиметров 5 почти ребят ну вот так вот выглядит штуцер да если кто будет покупать вот такой вот штуцерок это обыкновенно 1 4 так по узлу вот узел он был с косым носиком видно да канавка на нем прям небольшую сделал зацеп для этого все и больше он уже не снимается трубочку подогнул здесь видно понятно да это отдельный деталь было это тоже отдельные ребята друга самогонщика мне вот этот диоптер я купил тоже у них вот эти два диоптера вы понимаете да магазин в магазине полин забыл как он я скину на него ссылку вот неважно дима рота александр рашку красавчик есть как сказать упора до в стекле чтобы он не болтался ни вправо не влево прикрутил уголки комодские соединения как на родные на люк стали мне они очень нравятся и кому там быстросъемы прям нужны ну конечно можно быстро съем мне вот эти нравятся надежной и навсегда узелать я вам показывал ну примерно все что хотел рассказать колонны вообще доволен прям безумно доволен не доволен только люк стал узкой спн кай честно сказать но это на букву г ребята молодцы что они ложат ее в комплект но блин качество ее оставляет желать лучшего она хромированная нетравленный ну блестящие флегмы с нее просто стекает она на ней даже не задерживается на спн ки как вы понимаете для хорошего тепломассообмена нам надо чтобы спн к хорошо пропитывалась ей как бы удерживал ну не удерживала держалась на ней вот здесь такого не происходит она просто стекает ну я думаю кто в теме тот понимает о чем я говорю ну и вот кажется все рассказал по всем запчастям еще раз продублируем ссылки которые из чего собран этот на так в принципе все шланги на изоленту спрашивать зачем изолента дырка там у тебя нет не дырка друзья мне просто так удобней я понимаю что этот шланг у меня отсюда когда разбираю аппарат потом собирать в какой-то последовательности вот для себя я сделал такие пометочки ну наверное теперь-то точно все ребят рад что вы подписываетесь значит это вам интересно вот прощаюсь с вами всего вам хорошего не голов вам не хвостов с вами был серёга пока спасибо и заходи если что и за лайк и за подписку спасибо